МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болеют подростки, молодые люди и даже оленеводы. ВИЧ-инфекция сегодня. Что нужно знать об опасном вирусе и почему возбудитель не всегда получается обнаружить на ранней стадии? Все на фильм в Наринмаре появится новый кинотеатр, при этом государственный, когда ждет открытие. Помнить историю. В столице региона впервые пройдут квест, посвященный Курской битве. Какой сценарий ждет участников? Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги четверга. Я Олег Хатанзейский. Новости начинаются. Александр Цибульский вернулся с рабочей поездки по селам Нижнепечорье. Накануне он побывал в Макарово, Оксино, Хангурее, Каменке. Глава региона осмотрел социально значимые объекты и пообщался с местными жителями. В центре внимания – плачевное состояние так называемых ФАПов и отсутствие питьевой воды в некоторых населенных пунктах. Так, например, в Макарово вот уже многие годы людям приходится использовать воду прямо из Печоры. В Рио губернатор поручил своим подчиненным максимально быстро рассмотреть возможности, варианты строительства в деревне очистных сооружений. Обо всем подробнее в материале Ивана Кутенникова. Первая остановка – деревня Макарова. Здесь глава региона осмотрел несколько социально значимых объектов. Один из них – местный ФАП. На сегодняшний день он полностью обеспечен всем необходимым оборудованием и медикаментами. Как и полагается, в учреждении есть процедурный кабинет, смотровая комната и аптечный пункт. Проблема одна – нужен ремонт. Причем не только самого здания, но и крыльца ФАПа, который, откровенно говоря, находится в плачевном состоянии. Как пояснил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Свиридов, все работы по реконструкции запланированы на этот год. Беспокоят местных жителей проблема отсутствия качественной воды. Питьевой в Макарова нет, и уже несколько лет сечане используют воду из Печоры. Ее регулярно проверяют специалисты санэпидемстанции. Мониторинг проводят и сотрудники муниципального предприятия «Севержилкомсервис». Результаты исследований станут известны только в следующем году. Временно исполняющий обязанности губернатора дал поручение проработать вопрос о возможности установки в населенном пункте очистных сооружений. Я понимаю, что есть федеральные правила мониторинга воды в 4-3 лет. Если здесь, я так понимаю, у вас кважины нет, питьевой воды нет. Значит, может только из Печоры. Мне кажется, от Печоры, в принципе, вода изучена. То есть мы мониторим в разных местах. Я уверен, что там наверняка есть какие-то исключения. Если нет, надо выходить из Москвы и говорить. Потому что три года ждать без воды жить, без питьевой, это странно. В 21-м веке. Печоры у нас изучены. Конечно. Зачем там мониторинг три года делать? Мы как раз подготовились к совещанию. На следующей неделе посмотрите, что можно с этим сделать. Надо обязательно этот вопрос решить и сейчас поставить какие-то очистные известия. В Оксино Александр Цибульский осмотрел ферму Нейнской агропромышленной компании, отделение участковой больницы, образовательное учреждение, а также местную пекарню. На предприятии не хватает кондитера, хотя все возможности для изготовления такой продукции имеются. Но пока квалифицированного специалиста найти не удается. Мы бы все искали, мы бы обучали, потому что у нас есть технолог Саханска приезжает, она сюда уже приезжала несколько раз. Обучила бы и пряникам, и пряники, и всякие, да, и печенья различные. Да, 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 да. И мармелад можно было делать. В общем-то ассортимент большой. Жители поселка Хангурея беспокоены состоянием дороги Лежневки, ведущей от берега Печоры в населенный пункт. Именно по ней доставляются все необходимые грузы. Вот только это весьма проблематично. Эта дорога, можно сказать, для Хангурея – дорога жизни. У нас была составлена смета на разработку проектно-сметной документации. Сумма у нее почти 3 миллиона 900. Поэтому сейчас решается вопрос, каким образом можно отремонтировать. Я думаю, что все-таки вопрос должен решиться положительно. По этой дороге доставляются грузы, вставляется топливо. Кроме того, в Хангурее в скором времени должны отремонтировать и мостовые. Впрочем, местные жители активно благоустраивают населенный пункт и своими силами. Например, это – будущий парк отдыха. Он должен стать настоящим символом Хангурея. Сельчане строят его во время регулярных субботников. Уже в сентябре, ко дню рождения поселка, парк будет полностью готов. Здесь появятся скамейки, клумбы и освещение. Материал в нем – это «Сельский совет» по администрации. А вы готовы покрасить, чтобы выглядели яркий цвет. И будет вообще красота. И здесь действительно сделать. И здесь идея в том, чтобы люди собираются в сфере, пообщаться. Светильники у нас закуплены уже. Светильники со столбами, да? Или на столбы на эти? Нет-нет. Так вот стоять. По периметру. Да-да-да. По итогам рабочей поездки все озвученные местными жителями проблемы взяты на контроль. Но уже на следующей неделе Александр Цибульский посетит еще один населенный пункт Нижнепечорья – деревню Лабожская. Иван Кутенников, Владислав Носкин, телеканал «Север», Ненинский округ. К другим новостям. Украл, выпил в тюрьму. Житель Наринмара после очередного громкого застолья лишился 65 тысяч рублей. Он отправил своего собутыльника за очередной дозой алкоголя с личной банковской картой. При этом сообщил от нее пин-код. Мужчина, долго не раздумывая, отправился в магазин и к другу больше не вернулся. Позже на телефон потерпевшего пришлось им сообщение о том, что с его счета списаны 65 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража, совершенная с банковского счета. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Процесс строительства новых домов, квартиры в которых предназначены для жителей аварийных строений, должен быть, цитирую, под жестким контролем. Об этом заявил глава региона на оперативном совещании администрации. В центре внимания возведение 10-ти секционного дома в микрорайоне на улице Вятров. Его строительство началось весной прошлого года. Государственный контракт заключен с компанией «Полюс Жилстрой». Согласно официальным документам, первые три секции подрядчик должен был сдать еще в ноябре 2017 года. Однако сделать это удалось лишь в июне. Я крайне не удовлетворю темпами строительства, которые у нас сегодня есть. Я еще раз вам это повторяю. Там, где у нас есть просрочки, я прошу выставлять предусмотренные контракты штрафные санкции в отношении застройщиков. Потому что больше уже слышать на постоянные форс-мажорные обстоятельства, которые связаны с их работой, невозможно. Почему-то у некоторых других застройщиков эти форс-мажорные обстоятельства не так влияют на качество их работы, как у компании, ведущей застройкой квартиры. Я прошу вас взять это под личный контроль и докладывать еженедельно на оперативных совещаниях о том, как они идут, постановленные темпы. И если у вас ощущение, что дополнительные люди появились там, я убежден, что тем количеством людей, которые сегодня работают, три этих объекта можно возводить почти бесконечно. Поэтому, пожалуйста, еженедельно об этом докладывайте. Еще одна тема, касающаяся жилья – ремонт трех домов на улице Вятров, которые возведены из легких стальных тонкостенных конструкций. По словам главы региона, к нему не раз обращались жильцы данных строений. Причина – жуткий холод в квартирах во время мороза или сильного ветра. Они очень холодные, и там не есть проблемы с внешней обшивкой. На этой неделе приходит баржа, к сожалению, на все. На следующей неделе приходят оставшиеся баржи, и нам, коллеги, до 15 сентября все работы завершили. Ну, давайте обязательно сделаем, потому что уже сейчас становится холодно. И, конечно, если дома должным образом не утиплены, то уже становятся проблемы для жилья. Есть. Поэтому успеет. Все ВИЧ-инфицированные жители региона, их в округе несколько десятков, заразились в результате незащищенного полового акта. Об этом заявила врач кабинета по профилактике СПИДа Нинецкой окружной больницы Елена Микушева во время записи программы «Актуальное интервью». Среди заболевших – как женщины, так и мужчины – на учете медиков сегодня состоят и молодые люди, те, кому еще нет и 20-ти. А в прошлом году ВИЧ-инфекцию обнаружили сразу у четырех несовершеннолетних. По словам специалистов, зачастую врачам приходится едва ли не бегать за больными, и они отказываются от бесплатного лечения. А ведь если правильно, а главное – вовремя его назначить, человек сможет прожить долгие годы. Впрочем, обнаружить вирус в крови пациента можно не всегда, даже если он уже заражен. Такой период называют инкубационным. Он длится до трех месяцев. Возбудитель уже в организме, но болезнь при этом никак себя не проявляет. Максимум – небольшая температура или кашель. В общем, стандартные симптомы простуды. Он там уже размножается, да, уже идет инфицирование соседних клеток, а клинически это никак не проявляется. Если мы даже возьмем кровь, вот нашим методом, который мы здесь исследуем, да, у нас метод иммуноферментного анализа, то есть этот метод позволяет определять антитела какому-то возбудителю. Ну, в данном случае к вирусу ВИЧ. Значит, если мы возьмем в этот период кровь, нам кровь может ничего не показать. Вирус уже есть, но его еще мало. Человек здоров, да? Человек совершенно здоров, но он уже может быть источником инфекции, потому что вируса мало, антител у него еще мало наработалось. Наш метод еще недостаточно чувствительный, чтобы эти антитела выявить. Ага. Вот. И этот период у нас называется инкубационный период. Неутешительная статистика. Ежегодно в Ненецком округе рождаются ВИЧ-инфицированные дети, вирус передается от матерей. Между тем, в последнее время запасную болезнь выявляют даже у местных кочевников, работающих в тундре. В столице региона завтра прибудет патриарх московский в Сиаруси Кирилл. Это станет его первым визитом. Наш субъект сообщает пресс-служба администрации региона. В Наринмаре предстоятель Русской Православной Церкви планирует совершить божественную литургию. Служба, на которую соберутся местные жители, начнется в 10 утра 18 августа, то есть в субботу в Богоявленском кафедральном соборе. После святейший патриарх обратится к верующим с пастерским словом. Для тех, кто не сможет попасть внутрь, рядом с храмом организаторы установят экраны, на которые будет транслироваться служба. Добавлю, визит святейшего в Ненецкий округ запланирован в канун православного праздника Преображения Господня. Новый кинотеатр во Дворце культуры Арктика откроют до конца текущего года. Предположительно, в декабре об этом сегодня заявили в региональном департаменте образования, культуры и спорта. Там также сообщили, все необходимое оборудование уже закуплено и доставлено в окружную столицу. В настоящее время в помещении будущего кинозала проводятся масштабные ремонтные работы. Это монтаж звукоизоляции стен, потолка и пола, а также системы вентиляции. Между тем, оборудуется место под установку большого проектора. Техника для нового кинозала закуплена в рамках гранта. Добавлю, проект реализуется в рамках исполнения протокола к соглашению о сотрудничестве заключенному между администрацией Ненецкого округа и Паулу Койл. И в завершении выпуска Наринмар вновь посетил депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. На этот раз в рамках рабочей поездки он побывал в конно-спортивном клубе «Фортуна», а также на местном рынке. Зачем, знает Любовь Пермякова. Вот этих коз мы выкормили с руки, с сосок. Сейчас они дают молоко, они сейчас все к вам вылезут с удовольствием. Вот они хорошие. Даже не знал, что у вас здесь такое в Наринмаре есть. Угощением от депутата Государственной Думы Ярослава Нилова многочисленные питомцы клуба «Фортуна» очень рады. Знакомство проходит в теплой обстановке. На контакт с политиком пошел даже вспыльчивый козел-ляпа. Кстати, козел-ляпа, несмотря на непримиримый характер, очень харизматичный. Он неоднократно принимал участие в съемках наших программ, где с удовольствием позировал перед камерой. Вообще, в клубе каждое животное уникальное, со своей интересной судьбой. Вообще, лошади собраны с разных мест. Начнем с того, что белый конь Манхэттен, который мы сейчас покажем, покатайтесь на котором. Он в свое время стоял в президентском полку. Он списан. Судьба была сначала в Москве, потом попал он в Кировск, в Севтевкар и в итоге приплыл к нам. А кон, жеребец, нефрит, если у нас такой стоит, с московского ипподрома. Он также занимал передовые места, был продан, как ему исполнилось, пять лет. В это время списывают лошадей уже на мясо. И мы, естественно, его выкупили. Еще два коня, жеребец и кобыла тут, они приехали к нам с клуба «Прора». И вот таким моментом, не поверите, если в том году была погода в этом минус 40 везде, по всей России у конников фотографии лошадей волосатые, то на ренмарские лошади были лысые и гладкие. Это вообще как бы был нонсенс, все удивлялись, все зависит от питания. Хорошее питание и содержание животных требует больших финансовых затрат. В настоящее время клуб находится на собственном обеспечении. Правда, помогает с продуктами, медфуд и дом престарелых, а ухаживать неравнодушные школьники. «Фортуна» стал местом притяжения для людей из разных уголков округа. Сюда приезжают целыми семьями, группы с детьми, детские сады и пожилые люди. Здесь проходит адаптация людей. Это единственное место, где есть живой уголок. Это единственное место, где есть животное, которое можно бесплатно погладить, потрогать, поездить. Действительно, все занятия в конном спортивном клубе проходят бесплатно. Часто «Фортуна» устраивает интерактивные площадки для детей, карнавальные шествия и даже конные скачки, которые прошли совсем недавно, 30 июля. Тогда территория туристического центра превратилась в один большой ипподром. Впереди у клуба масштабные планы. О них руководитель «Фортуны» Ирина Саварина поделилась с Ярославом Ниловым. Совсем скоро у них появится новое направление – ипотерапия. Это популярное в настоящее время лечение лошадьми. Ведь верховая езда – настоящая панацея для тех, кто ведет сидячий образ жизни, испытывает повышенные умственные нагрузки, работает с компьютером. С больными будет заниматься ипотерапевт, который совсем скоро приедет из Москвы. Свою помощь в организации работы клуба пообещал и Ярослав Нилов. Следующий свой визит он привезет в «Фортуну» нового питомца. Здесь и контактный зоопарк, и возможность пообщаться с животными, возможность прийти поухаживать за ними, возможность поучаствовать в спортивных мероприятиях, посмотреть на конные скачки. Благодаря некоммерческой организации, которая такую вот серьезную ношу несет, и несмотря на существующие трудности и на серьезное осложнение, вообще все это содержать в связи с тем, что тяжелые климата, географические условия, у регионов все равно нашли возможность. И спасибо таким неравнодушным людям, которые обеспечивают возможность для наших граждан, для наших молодых ребят, девушек, для нашей молодежи приходить сюда, общаться с животными. В заключении встречи молодой политик прокатился на ветеране президентского полка Америни тракена терской породы по кличке Манхэттен. Любовь Пермякова, Олениц Шишелов, телеканал СЕР. Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.